Всем привет, с вами Дэн и как-то так странно получилось, что за много лет существования канала ни разу на обзоре не было часов от компании Raimon Y. Ну что же, исправляемся и с одной из их лучших, их самых хитовых моделей. Но прежде чем эта коробочка будет раскрыта, хочу вам показать кое-что. Это значит ремешочки из Сингапура от компании Vario. И знаете, обычно я ремешки у мастеров все-таки стараюсь заказывать, потому что всегда кастомизация, всегда вот то, что только у тебя. Но здесь у них необычные такие ремешки, которые редко кто торгует именно вот такого плана материала. И мне стало очень интересно, короче говоря, заказывал там кучу ремней. И давайте глядеть, что там у нас получится. Что там у нас будет. А будет там довольно много всего. И надеюсь, интересного и главное качественного. Вот. Вот. Так, 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 так. Так, это значит от Vario у нас travel case. Это всегда нужно на самом деле, потому что часто какие-нибудь командировки, отпуск или просто поездки и сразу часы сюда запихал. Пару таких кейсов и, в общем, на все случаи жизни все окей, отлично. Ну, это они мне подарили, как вы понимаете. А вот ремешки я уже заказал. И давайте смотреть, что тут у нас. Тут у нас есть офигенная, значит, вещь. Значит, ремешки из твида. И мешки из твида. И давайте как раз этими ремешками для начала и займемся. Потому что вот это действительно что-то такое прям реально необычное. Мне стало очень интересно. Давайте смотреть. Ну, наверное, я могу сказать, что ребята стоят какие-нибудь интересные и красивые упаковки все-таки сделать для своих ремней. Поскольку это все-таки немножечко в глазах покупателя добавляет стоимости. Блин. Класс. Класс. Вот такие ремешки для винтажа подойдут прям, да, что-нибудь такое маленькое, аккуратное и винтажное. Может быть, даже такой винтажный какой-нибудь милитари. С выцветшим зеленым циферблатом. Они такие мягкие. Действительно, это вот как видовый пиджак, если хотите. И прикольное впечатление. Кто-то скажет дедушке, ну, может быть, даже и подарить своему дедушке. А вообще, я думаю, что для винтажа это просто супер вкусняшка и эксклюзив. Понимаете, все-таки в нашем мире современном все хотят кастомизации, все хотят отличаться от других, потому что всех задолбала вот эта вот глобализация товаров приводит к тому, что товары становятся, ну, по большому счету, одинаковыми. Именно поэтому сейчас как-то начинает расцветать вот это вот ручное производство, необычные какие-то вещи, необычные товары, необычные материалы, в том числе ремни, конечно же, для часов, которые мы можем тоже кастомизировать. Реально прикольно, реально вкусно. И, ну, конечно, ссылку на сайт я оставлю в описании к ролику. Обязательно посмотрите. Есть чего выбрать необычного. Так, как тут все открытое? А похоже, что он запечатан намертво. Ну, раз намертво, придется резать. Это у нас такой нато классический стандартный. Кстати, здесь тоже вот указано Vario, кастомизация. И здесь ткань плотная, приятная и совершенно не похожа на стандартные ремешки НАТО, дешевые и паршивые. Вот этот ремешок даже приятно примерить с действительно дорогими, хорошими часами. Это мне нравится. То есть это качественные ремешки НАТО, это действительно круто. И также у нас здесь есть что? У нас здесь есть Cordura Zulu. Cordura Zulu плотный. Military ремешок. Опять же, у нас есть надпись Zulu. Двухслойный. Очень приятно сделано все. Понятное дело, что ремешки эти, условно, не дешевые, но за качество платить, знаете ли, приятно. И здесь у нас двух, соответственно, из двух частей состоящих Cordura, еще с кожаными накладками. И здесь система быстрой смены. Класс. 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 Плотная, качественная, офигенная, реально офигенная ткань. Так, что-то много лишнего. Ну и ремешок кожаный, из итальянской кожи. Тоже на пробу решил взять. Надеюсь, и этот ремешок меня не разочарует. Так, доставайтесь, конечно, из его. Но, если брать в подарок, то, конечно, нужно переупаковывать, потому что вот эти вот дешевые пакетики, ну, это никуда не годится. Для таких классных ремней. Блин, круто. Тут тоже есть система быстрой замены. Итальянская кожа, и он классный. Брендирование есть. Мягкий, классный. Отлично. Отлично, вкусняшка. Рекомендую Вариос. Ссылка в описании. И, безусловно, они еще торгуют часами, но сегодня видос именно про ремешки. Ну что же, а теперь главное блюдо дня. Раймун Вайль. Кстати говоря, да, забыл показать. Что у нас здесь есть. Вот он у нас, референс. Название набука Sport GMT. И ритейловая цена 2 тысячи почти 700 долларов. Естественно, она фантастическая. Хотя, я думаю, что в России, возможно, за такие деньги их и пытаются продать. Но, но эти часы их владельцам были куплены на Джимашопе. В Джимашопе примерно за тысячу долларов, как вы понимаете, это уже вам не 2 700. И, ну, понятное дело, что гарантии здесь нет, потому что Джимашоп это дискаунтер. Никаких российских чеков, как многие думают, там тоже нет. Но есть зато замечательные часы. Я, кстати, вам хочу сказать, что многие зачем-то пытаются получить российскую гарантию на хорошие швейцарские часы. Ну, собственно, извините, но нахрена оно надо? Потому что за вот эти вот 3-5 лет, сколько там обычно гарантий действует, с этими часами ни хрена не случится. А если случится, то ремонт не такой уж и дорогой уж, поверьте. Так, тем более на базовых этажечках. Знаете, что я вам скажу? Во-первых, приятная сама по себе коробка. А во-вторых, внутри у нас тут еще чехольчик. Вот они заморочились, да? Прямо как люкс некий. Честно говоря, первый раз я эти часы вижу в живую. Я всегда думал, что это какая-то громадина не особо красивая, не особо аккуратная. Но, слушайте. А, они хороши. И вот это вот приятное чувство звенящего качества хороших швейцарских часов. Извините за пафос, но... Ну, правда, я думаю, что даже на камере это видно. Реально, вот это прям вот... Оно к тебе прям идет в глаза, в душу. Вот это вот качество. Посмотрите, как это классно отделано. Потом макро, конечно же, посмотрим. Значит, Раймон Валь, Набука, GMT. То есть, два часовых пояса здесь есть. Механизм на базе ЕТА-2893-2. Естественно, с Висмейт. 25. Ко мне автоподзавод есть. Остановка секунд есть. Центральная секундная стрелка. Дата. Между отметкой 4-5 часов. Второй часовой пояс у нас тут вот специальной маленькой стрелочкой, которая устанавливается головкой заводной. И специальная разметка для этого второго часового пояса у нас по безелю. Корпус и браслет часов из независимой стали. Полностью все литое, естественно. Циферблат такой, знаете, здесь синий вид на камеру, наверное, это антиблик внутренний. А сам по себе циферблат в реальной жизни, он все-таки не синий такой, да, а он темно-серый. Ну, такая смесь между черным и серым. Хотя на всех фотках они немножко в синево именно из-за такого мощного антиблика. Но антиблик, я смотрю, здесь классный, потому что ничего вот на этом стекле не отражается. Но она, правда, плоская. Значит, метки стрелки покрыты суперлюминного C3 и водозащита у нас 200 метров. Поскольку часы не мои, я их вам тут вместе с всякими пленочками тегами показываю. Но, надеюсь, не сильно вас это расстроит. И давайте сразу по размерам, потому что бруталити здесь зашкаливает. 44, высота 12,6. От ушка к ушку у нас, я думаю, здесь будет вполне себе прилично. 53, ну и браслет 22. В общем, сразу так вот бросается в глаза, что эти часы, наверное, вот периода 2000-х. И начало, может быть, 2000-х, когда в моде прям вот были на пике популярности такие мужские явно брутальные часы. Сейчас вот эти вот последние несколько лет все-таки больше все винтажек пошли. Но, как мы уже с вами определили в некоторых предыдущих обзорах, все-таки брутальность. Она, во-первых, сохраняется. Во-вторых, она, на мой взгляд, скоро вернется в моду. Просто потому, что, ну, мода имеет свойство возвращаться постоянно на одно и то же место, а потом обратно. И ладно, это было, наверное, уже болтовня. Но посмотрите, посмотрите, какие здесь грани, какой сложный корпус. Хотя вот эти фальшболтики, может быть, здесь и лишние, но они в дизайн вписываются. Сложные переходы, так все рубленное, такое технологичное, брутальное. И выглядит просто класс. Просто посмотрите, отделка безеля. Блин, офигенно. Офигенно. А, ну да, не крутится, это же у нас не безель для GMT. Вау. Я не ожидал. Я не ожидал. Вот как-то, знаете, фотографии, они не раскрывают весь вот этот вот потенциал этих часов. А цифра какой классная. Окошко тут с накладкой, метки накладные, стрелочки. И еще вот эти вот болтики тоже здесь на логотипе. Кому-то понравится, кому-то нет, но... Выглядит впечатляюще. Мощь. Длинные стрелки, все мощное, все красивое. Класс. Очень, очень впечатляет. Раз мы с вами по размерам заговорили, у меня 18,5 сантиметров обхват запястья. Ну, видите, да, 53 миллиметра, вот мне это, наверное, впритык. Но сидят они удобно, все-таки ушки достаточно короткие, вниз немножко загибаются. И зад у них, задняя крышка плоская. Но впечатляет так. Дорого, брутально, в общем, вызывающе в каком-то мере эти часы выглядят. Заводная головка особо здесь не мешается, если нормальную длину браслета подобрать. Прикольно, прикольно. Слушайте, впечатлило. Браслет какой толстый. Блин, так, надо примерить. Ну, я в пленке меряю, ну ладно. Пять миллиметров браслета, вот это да. Это, прям, знаете, наверное, в свое время был ответ Раймона на Орис Аквис. Его, ну, предыдущий, естественно, браслет, где был мощный, мужской, брутальный. Ну, это круто. Это круто. Распаковывать не буду уж, извините, но я думаю, тут и так видно. Посмотрите, какой мощный браслет. Два у нас вида отделки. Сатинирование зеркальное и центральное звенья. На винтах. Вау. Других слов нет. Очень все впечатляет. И застежка у нас закрытая. Что придает им еще такого эстетической красоты, привлекательности. Задняя крышка простенькая, но гравировка хорошая, такая глубокая. В общем, весьма меня часы впечатлили. Что еще мы с вами поглядим? Мы с вами, конечно же, подведем, как они в темноте светят. Посмотрим макро и подведем итоги. Чем нас порадует и удивит Раймон Вайль? Слушайте, это просто бомба. Ну, мелкие недочеты в виде какой-то микропылинок. Но, как вы знаете, они есть абсолютно у любых часов. Просто вы их никогда не увидите, кроме как в макро 20-кратного увеличения. Ну, потрясающая отделка. Знаете, просто приятно смотреть. Это просто бомба. Особенно за те деньги, которые просят за эти часы. Посмотрите, сатинирование. Просто вау. Корпус. Просто шикарно. Особенно с учетом таких сложных поверхностей. Сложнейшей геометрией. Все здесь. Просто вкусняшка. Просто вкусняшка. Я, честно говоря, не ожидал. Но это впечатляет. Застежечка. Все отполировано. Бомба. Бомба. Другого слова нет. Ну, что по итогам. Пишите, кстати, как ваше мнение по этому дизайну, по этой модели. Хотели бы вы такую в свою коллекцию. Может быть, она у вас уже есть. Может, другие какие-нибудь набука есть. На мой взгляд, удачные часы в таком брутальном, технологичном, рубленном дизайне. С отличными характеристиками. Очень высоким качеством исполнения. И что еще добавить? Цена да. Цена да. Если российский ритейл, ну, наверное, многовато. Если брать по ценам более привлекательным, в районе тысячи долларов, плюс-минус. Я думаю, это вкусняха и один из лучших выборов в таком вот часовом сегменте. Не забываем ставить лучшие на ютубе лайки. Я на этом с вами прощаюсь. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok